Ребята, привет! Я рад вас всех видеть. И сегодня я хотел бы вам рассказать про наш опыт, как мы мигрируем микросервисы с одной клауд-платформы на другую. В первую очередь, хотелось бы немножко, так сказать, подвести черту к этому докладу. Он очень похож на то, что предыдущий спикер рассказывал. Тоже миграция, тоже с одной платформы на другую. И хочу тоже, чтобы все заметили. Ну, я являюсь сам Java-разработчиком, поэтому видите Cloud Native и Java. Поднимите руку, кто считает, что Java с Cloud плохо матчатся друг с другом. Класс! Все. Я вас, ребята, люблю. Потому что сейчас, знаете, современные языки, которые говорят, типа Java уже не торт, надо уходить, там Node.js, GoLang и все такое. Слава богу, что там тоже шевелится. Хорошо. Давайте я чуть-чуть про себя расскажу. Меня зовут Александр Назрин-Плотницкий. Я ведущий Java-разработчик компании GoLang Technologies. Тут есть мой имейл рабочий. Если у кого-то еще ставятся вопросы, кто-то не успеет у меня что-то узнать, можно мне написать. Я постараюсь вам ответить на вопросы ваши. Хорошо. О чем мы сегодня поговорим? Я вам расскажу, какое у нас было решение на одной платформе, Cloud Native, с какими проблемами мы столкнулись, когда мы его заделивили в продакшн. И расскажу причины, почему мы все-таки решили двигаться на другое решение. Ну и подведем немножко выводы, что-то получилось у нас или не получилось. Чуть-чуть про компанию, в которой я работаю. GoLang Technologies мы предоставляем сервисы по разработке ПО. Для малого бизнеса как раз не предоставляем, только для среднего и крупного. Ну и в основном наши все партнеры, они находятся в Великобритании. Хорошо. Давайте посмотрим архитектурные решения, которые у нас было с самого начала. Если посмотреть, то как бы она общая такая упрощенная схема выглядит приблизительно так. Здесь мы можем найти, у нас есть API Gateway. Поднимите руку, кто знает, что такое API Gateway паттерн в микросервисах. О, все, ребята, отлично. Если кто не знает, потом можно ко мне подойти и спросить. Сервис Registry and Discovery. Тоже в предыдущем докладе немножко касались этой темы. Был Config Server для того, чтобы вы могли конфиги раздавать нашим микросервисам. Ну и была, конечно же, сами сервисы с какой-то бизнес-логикой, которая, в принципе, выполняя всю работу, которая необходима нашему приложению. Ну и как бы у нас решение на Java и какой стек нам реализовывать. Ну, решение было достаточно простым. Мы хотели использовать Spring Boot и Netflix OSS. Сразу хочу оговориться, что это было в августе 2016 года. Там еще не было новой Java, новой модной молодежной, 9-й, 10-й и так далее. И был еще, наш заказчик просил, чтобы решение работало в AWS Cloud, потому что это стратегический партнер для него. Ну, чем это связка Spring Boot плюс Netflix OSS? Чем хороша? Вообще Netflix OSS это бесплатная, она в Open Source его Netflix выпустил. Вообще, я думаю, все знают, что такое Netflix. Это огромный дистрибьютор контента, который поставляет всякий развлекательный контент, телепередачи и так далее, и тому подобное. И в них вся платформа построена микросервисной инструктурой. И они являются одним из таких, так сказать, мокомотивов микросервисной организации. Вот. То есть, Netflix OSS вместе с Spring Boot представляют комплексные решения для микросервисной инструктуры. Очень тесная интеграция с AWS Cloud, тесная интеграция с Spring Framework. Понятно, что Spring Boot это прям просто такая настройка. И у Netflix были кучи модулей, которые со Spring Boot классно интегрируются. И у Netflix, и у него было прямо решение, которое позволяет нам разворачивать код. Ну, она называется Spinnaker. Мы чуть попозже про это тоже поговорим. Вот приблизительная картина, что у нас получилось. Так вот размалеванная. Сейчас мы про каждую часть попробуем поговорить по отдельности, что она обозначает. Ну, давайте начнем с простого. Service Registry. В предыдущем докладе уже тоже рассказывалось, что для этого использовалось. Мы остановились на Netflix Everica. Почему Netflix Everica? Потому что, ну, это решение короблечное из Netflix OSS. Очень хорошо интегрируется между другими компонентами. И, соответственно, дает как бы сразу интеграцию, когда не нужно думать, как они вместо собой синтегрируются. Используем Fein. Опять-таки это продукт, который open-source. Это очень простой декларативный клиент. К нам пишем интерфейс и получаем сразу какую-то уже реализацию. Как всегда в Java там достаточно пара аннотаций. И типа все он там скомпилирует код самостоятельно. Ну, естественно, используется Spring Boot Actuator, чтобы нам можно было получить такие сразу из коробки. Клабные эти штуки, как Health and Point, какие-то метрики, которые раздавать. Ну, и Spring Boot Actuator это сразу же из коробки идет. Очень удобно. И вот сервис регистри, он где-то здесь у нас находился. То есть это отдельный прям инстанс, на котором все сервисы слали запросы, что я сервис такой-то, регистрируюсь. И если кто-то другой хотел сделать запрос, то можно было оттуда легко получить адрес. Ну, и проблема, к которой мы сразу столкнулись, да, это то, что таким образом получается, раз все сервисы регистрируются в Avrica, и плюс для коммуникации внутри микросервисной аксессурии им нужно получать адрес, что Avrica, сервис-родисный Discovery сервис, может являться единой точкой отказа. И как вы думаете, какое было решение этой проблемы? Ну, вообще, развернуть просто в режиме высокой доступности, да, то есть у нас один сервис, мы его разворачиваем, три их инстанса желательного разного дата-центра, чтобы они располагались там, чтобы если один дата-центр там, самолет на него подвел, чтобы он мог передавать данные и дальше продолжать работать. Avrica из коробки сразу поддерживает репликацию данных, поэтому это было достаточно просто. Для централизованной конфигурации мы использовали Spring Cloud Config Server, конфигурацию хранили в ГИТе. Это очень удобное решение, в ГИТ вообще классная система контроля версии, можно с помощью веток хранить QA environment, stage production и так далее, настраивать разные permission на них. Все, конечно, зависит от провайдера ГИТа. Мы в нашем случае используем достаточно известное решение, которое базируется на облаке, которое само по себе работало в AWS. Как мы об этом узнали, я могу рассказать чуть позже после своего доклада. Если посмотреть, да, то есть оно где-то находится, опять-таки, за нашей демилитаризованной зоной, в конфиг-сервер, и он связывается с ГИТом, который находится в облаке как сторонний сервис по открытому интернет-протоколу. Ну и, конечно же, мы хотели бы, думаем, как бы нам можно было сэкономить. Естественно, конфиг-сервер, такой сервис, который потребляет мало памяти, и Register Discovery вроде тоже потребляет мало ресурсов. А давайте их объединим. Как вы думаете, что было в следующем? Да, да. Ну, естественно, конечно, когда, что случилось? То есть мы нарушили основной принцип микросервисной архитектуры, когда мы, у нас single responsibility должно быть у сервисов, нет такого, что они зависят друг от друга. Ну, в нашем случае, к сожалению, мы, а может и к счастью, мы словили то, что конфиг-сервер какое-то время не работал, и, соответственно, Register Discovery тоже было не рабочее. API Gateway. Мы для этих целей использовали, опять-таки, решения от Netflix, Zool, первая версия, сейчас уже существует вторая, которая не open-source. Ну, в принципе, достаточно все просто. То есть это система, которая с помощью простой ямы конфигурации настраивает роуты, к какому микросервису нужно дальше redirecting запрос. Он находится за землетризованной зоной, то есть у нас был публичный лутбеллансер, который дальше передавал трафик на сервис внутри Amazon VPC. Вот. Отказоустойчивость, паттерн-перерыватель, circuit breaker. Скажите, поднимите руку, кто слышал про circuit breaker? Окей, ребят, хорошо, отлично. В общем, если кого-то интересует, может, опять-таки, я после доклада могу тоже рассказать про него. Но, по сути, для того, чтобы нам резиленс увеличить наши системы, мы используем такой подход. Для отказоустойчивости, в том числе, мы использовали Ribbon. Ribbon – это библиотека, которая позволяет делать нам client-сайт load-balancing. То есть мы делаем load-balancing на сервере, то есть не какой-то физический сервер принимает решение, на какой инстанс нас отправит запрос, а мы это можем сделать в нашей программе. И Ribbon – это библиотека, которая позволяет это делать. Ну и, конечно же, Spring Retride, потому что, когда мы имеем дело микросердственной хитрой, сервисы отваливаются, что-то у них там, запрос не доходит, поэтому желательно сделать Retride, если это возможно, конечно же, потому что нужно всегда иметь в виду, если запрос неиндепонентный, то нам нужно, такой запрос нельзя повторять, иначе мы получим какую-то дубликацию данных или какие-то данные могут быть искажены. Ribbon – это слева такой бантик находится, а я его просто специально вынес, но по сути это система, которая используется и в AppKitware, и внутри в сервисах, потому что мы получаем адреса все из Эврики, и там мы можем балансировать. CICUD. Мы для этих целей использовали два инструмента. Один инструмент для того, чтобы собирать наше Java, артефакт, это JAR файл в нашем случае, так мы использовали Spring Boot, Embedded, у нас TUMCAD использовался, и для того, чтобы нам нужно было это раскатать на Крауде, мы использовали AWS Spinnaker, мы с помощью Packer создавали AMI, амазоновский, это образ, который потом можно было раскатывать на любое количество инстансов. С помощью Spinnaker он поддерживает сразу их коробки, он может раскатывать зиру в данный тайм. Мы используем Blue Green подход. Поднимите руку, кто знает, что такое Blue Green? Окей, cool, ребята. Тогда не буду останавливаться. Пойдем дальше. Если посмотреть, да, все это находилось сзади милитаризованной зоны, естественно, то есть это никак не входило в продакшн инфраструктуру. Это был сервис, который находится в Dev, Amazon даже аккаунте, но у них был доступ к продакшн, потому что им нужно было деплоить, им нужно было раскатывать это в облаке. Ну и немножко хотелось затронуть, сколько у нас ресурсов все это потребляло. Как вы видите, много, потому что было требование High availability, High availability это минимум два инстанса на каждый сервис, и каждый сервис разворачивался на один инстансе в AWS. Мы брали минимальные инстансы, но все равно это одно виртуальное ядро, один гигабайт памяти, и чем больше у нас бизнес-приложений, а еще есть такие инфраструктурные приложения, типа как Avrica, как API Gateway, какие-то сервисы-орхистраторы, которые должны управлять там работой, они делают запрос не в один сервис, а во много, поэтому значительную часть, то есть где-то до 20%, 25% даже, отнимали всякие инфраструктурные машины виртуальные. Ну и CICD, которые тоже нужно было разворачивать и обеспечивать достаточно большую команду, 20 разработчиков, то есть один Jenkins-инстанс, ну и какие-то агенты, которые необходимы, то есть чтобы они тоже были все доступны. Ну и самое печальное, что может быть, когда разработчики не могут двигаться вперед, потому что CICD не позволяет это делать, он занят ресурсов, не хватает или что-нибудь такое. Поэтому в целом в современном мире сейчас, ну как я вижу, насколько вижу, тенденция к разработческой среде в CICD-туле выставляется такая же, как к продакшену, то есть вы уберите 99, ну и там уже сколько хотите, девяток после запятой. Ну, не меньше одной. Ну и Spinnaker, да, тоже на одной машине разворачивался. Spinnaker сама по себе достаточно не самая простая система, она использует Cassandra под капотом, по крайней мере, может быть, в 2016 году сейчас, может быть, эмигрировали. Я расскажу, что мы как бы небольшой, мы ушли от этого, от Spinnaker. Ну и вот кроме тех проблем, о которых я уже немножко упоминал, хотелось бы рассказать, с чем еще мы столкнулись. Это, ну, самое главное и важное, это то, что Netflix OSS уходит в режим поддержки и никто больше не будет туда контрибьютать, никто не будет больше писать туда патчи, никто не будет больше поддерживать это, в том числе и модули, которые со Spring Bootом связаны. Единственное, что остается, это Avrica, которую, в принципе, вы дальше можете использовать. То есть сейчас начинать свою какую-то разработку, использовать этот ресурс S-Stack не имеет смысла. Я в том числе, кстати, обращал внимание, что когда сейчас некоторые вакансии, когда на LinkedIn, которые западные компании, они обязательно пишут, что мы ищем там специалистов с Cloud Native Stack, но только не Netflix OSS. Ну, то есть это уже является таким, как сказать, устаревшим. Ну и вот как бы тут такое немножко, может быть, не для, очень важно для бизнеса, это то, что, к сожалению, команда разработчиков, у нас поменялся фокус разработки. Да, то есть мы больше были сконструированы на проблемах инфраструктурных, как нам сервисы между собой связать, как чтобы был low latency, как чтобы они работали между собой, когда мы делаем диплойменты, чтобы там не отваливалось, чтобы все работали и наши пользователи могли продолжать пользоваться нашим сервисом. И это на самом деле очень-очень важный аспект, который для бизнеса очень важен. Если так вот немножко вернуться вообще в целом, то мы с вами как разработчики живем, потому что бизнесу нужны какие-то задачи, нужны решения каких-то реальных проблем. И если мы сконтролируемся больше на каких-то инженерных, то нам достаточно сложно объяснить и продать. Поэтому бизнес всегда очень хочет, чтобы бизнес-задачи решались в первую очередь. Это мой личный опыт. В принципе, можно подискутировать, я очень happy насчет этого поговорить. Сложность локальной разработки. Очень достаточно сложно развернуть большую систему, там 15 микросервисов, нужно какой-то на машине, чтобы было capacity, виртуальная память, ядра. Часто бывает, что нам нужно как-то, чтобы эти сервисы оставали в какой-то определенной последовательности. И что самое важное, то есть, когда происходят какие-то проблемы на продакшене, мы хотим поинвестигать, что случилось. Очень часто от разработчиков такой фраза интересная. У меня локально все работает. Я не знаю, в чем у вас там на продакшене, да, потому что, действительно, на локальной машине мы запускаем используя один подход, просто там в IDE нажимая кнопочку или просто используя MAMIN плагин, а в продакшене он раскатывается с помощью какого-то спинакера, с каким-то Amazon-образами, и это достаточно неприятный момент. Размер пакета тоже, тут такой момент, что размер имеет значение, да, чем больше пакет, тем больше кода, тем больше классов, тем больше времени нам необходимо для того, чтобы загрузить все это, для того, чтобы прогреть это все, для того, чтобы это начало работать быстро, потому что, ну, уже вообще интерпретируемый язык, да, и чтобы она все-таки скомпилировала, жилкомпилятор начал работать, нам нужно, чтобы, ну, это прошло несколько прогонов, и чем больше у нас классов, тем нам сложнее. Проблема в том, что весь код, который по взаимодействию инфраструктуры микросервисов, он находится внутри нашего пакета. Да, вроде 100-130 мегабайт не так много, но вообще, вот, я не знаю, можно, сколько там классов находится, да, плюс еще классы GDK, плюс вот это вот все. Поэтому, время старта действительно достаточно большое, 120 секунд, это вместе с миграцией базы данных. Ну, и самая частая проблема, да, Netflix, OSS содержит свои зависимости, Spring Boot, Spring Cloud содержат свои и другие, и когда мы пытались обновляться на новую версию Spring Boot, там, перейти с 1.4 на 1.5, то, как бы, у нас, ну, были конфликты зависимости, их там не так просто всегда порезовывалось, поэтому, было, ну, необходимо было это вручную делать или использовать, там, дополнительные лазеры, в принципе, которые MAMIT предоставляет. Хорошо, еще другая проблема, которую мы столкнулись, это уделяется ресурсов. Естественно, если мы используем один сервис на одной виртуальной машине, то, ну, сервисы, в принципе, они как бы микро, они не потребляют много памяти, и мы, большой процент памяти просто у нас waste, да, то есть мы ждем, они не используются, они просто простаивают, то есть в нашем случае это было 35, 30-35% только утилизация, что, ну, достаточно небольшой показатель. Также мы для load balancer использовали решение от AWS, ATLB, Lastic Load Balancer, достаточно дорогое, и даже внутри демилитаризованной зоны, внутри кластера оно использовалось, и поэтому достаточно, если посмотреть на счет, оно было недешево. Ну, и все, в итоге, это скатывалось к тому, что стоимость инфраструктуры была высокой. Миграция на вторую версию. Ну, понятное дело, что нас все это не устраивало, в первую очередь, не устраивало, потому что нам хотелось решать задачи, а не бороться с каким-то там фреймворком 1, фреймворком 2, и мы обратили внимание на, что, какие есть альтернативы, конечно же, тут всплывают. Контейнеризация, если мы говорим не контейнеризация, в первую очередь, думаем про докер, хотя это не единственное решение, которое есть, а потом эти контейнеры нужно как-то орхистрировать, есть разные решения, там, намат, есть сворм, но самый популярный, конечно же, губернетус. Мы остановились, забегая вперед, мы остановились на нем, и сразу хотелось бы сказать, что мы здесь, я не буду рассказывать, как мы разворачивали тест, протокружение, как мы настраивались драйзовный логинг, мониторинг, это очень важные темы, да, для микросерстной кислоты, но это требует вообще отдельного разговора, потому что это отдельная история. Что мы сделали, в первую очередь, мы решили издавать proof of concept какой-то сервиса на Java, и для этого, ну, на тот момент мы выбрали последнюю версию Java, последнюю версию Spring Boot, оно было достаточно простым, обычно приложения используют такие мейнстримные технологии, как Spring, Spring Data, мы хотели использовать как можно меньше инструментов, разработчики не пугались от всего этого обилия, поэтому, в принципе, инструменты здесь перечислены, из такого, что мы все-таки мигрировали с обычного Jenkins на Jenkins 2, с pipeline, этот красивый, тогда прям в код мигрируется, мы использовали Google G для того, чтобы собирать плагины, и мы использовали Helm Charter для того, чтобы работать вообще как с пакетом. Вообще, в целом, хотелось бы сказать, что Kubernetes это решение, которое Google достаточно давно использует, и оно в 2014 году выпустило open source, поэтому это очень хорошо матится с нашей комьюнити, Google комьюнити, поэтому мы еще раз хотим спасибо Google не только за то, что он поисковик делает, а еще делает жизнь разработчиков легче. Я знаю, что Google много чего делает, но мои знания ограничены определенной областью. Ну, если говорить про POC-сервисы, которые мы делали, сразу с проблемами столкнулись, это терминология незнакомая, все эти поды, все эти ингрессы, все эти сервисы, какие-то стейтлис сеты, какие-то репликейшн контроллеры, ничего, как бы, достаточно сложная терминология, нужно понимать, о чем он там, плюс там часто очень используются такие паттерны Cloud Native, типа как сайт-карт-контейнер, адаптер для этих целей, и вот не всегда, не всем ребятам в команде нужным, было всегда это понятно, но опять-таки непривычная архитектура компонентов, ну и вот утилиты, разработчики неплохо им узнать, как вообще базовый принцип работы кубернета с кубсетель и хелмчартов. Опять-таки напоминаю, у нас была вот такая базовая идея сделать вот что-то такое, да, ну и вот к чему мы пришли, то есть кубиков стало чуть-чуть меньше и сейчас немножко поговорим про каждый из них. Начну сразу с CICD инструментов, мы избавимся от спинакера, мы перешли полностью на Jenkins, мы используем Jenkins Pipeline, чтобы у нас была какая-то хорошая визуализация, мы используем Kubernetes Jenkins плагин, очень классная штука, он позволяет выделять Jenkins агенты динамически прямо в Kubernetes кластере, то есть мы берем ресурсы для того, чтобы выполнить CI-джобу у Kubernetes, он выделяет нам эти ресурсы, я имею в виду память, там процессорное время, и после того, как мы выполнили джобу, эти ресурсы сразу освобождаются и готовы, чтобы другой кто-то их использовал. Очень удобно, всем рекомендую. Ну, просто для красоты использовали BlueOcean плагин, он просто красивее, чем стандартный Jenkins, и для того, чтобы хранить секреты, которые нужно аугментировать в environment, мы использовали Kubernetes Cardinal Provider плагин, то есть получается, мы в Kubernetes с помощью секретов храним что-то, что должно быть аугментировано во время диплоймента. Мы используем Access OSS для того, чтобы хранить докер-образы, да, можно было использовать решение от Амазона, но оно оказалось для нас трезо дороже. Окей. Куб CTL, как я говорил, уже используем Helm 2, пакетный менеджер, Google Jeep Kanika для создания докер-образов. Google Jeep он работает с GVM-бэйс языками, то есть через Maming, Gradle, а Kanika это для сервисов, которые написаны на других языках, в нашем случае это были PHP и, по-моему, одно dotnet-приложение. NetCord, хотя уже тоже в Linux запускается, поэтому можно тоже использовать. Ну и концепт, мы хотели, не хотели, а как бы для нас было важно использовать pipeline за код, чтобы можно было все это описание пайплайнов, чтобы можно было видеть, что он делает, чтобы разработчики могли этим управлять, а не какой-то там человек, который понимает в этом Jenkins в одном. То есть мы хотели отдать responsibility управления по CICD, в том числе и команде. Ну и Dirt-Time Deployment, Blue Green достаточно дорогой в Kubernetes и самый простой способ, который просто по умолчанию поддерживается, это Rolling Update и, в принципе, для нас он хорошо работал. Если смотреть, то вот какие утилиты для этого использовать, то есть сам Kubernetes мастер-сервисы и Jenkins и Helm они у нас были включены в сам в кластер, то есть Jenkins сам запускался на Kubernetes и Helm, ну это вообще отдельно, это такой клиент-серверная архитектура, он поддерживает, то есть у меня есть клиентская часть и серверная. Ну и проблемы, с которыми мы столкнулись. Первое, это обновление Kubernetes, то есть один раз нам нужно, Kubernetes достаточно популярный продукт, который обновляется раз, по-моему, четыре раза в год или три раза в год, точно не помню, ну и как бы негоже как-то сидеть на старой версии, когда уже там четыре впереди. В какой-то момент мы просто решили обновиться и у нас отвалился кластер тестовый, который в том числе отвечал из ICD, и это было, ну не очень приятно, когда разработчики приходят с утра и как бы это все не работает, знаете, мои новые фичи, я не могу их выкатить на тесты инвайма, чтобы проверить WTF и все такое прочее. Поэтому мы пришли к тому, что проще все, что необходимо для девелопмент-процесса выделить в отдельный губернациевый кластер, небольшой, чуть меньшими ресурсами, но как бы он работает самостоятельно и как бы не влияет на тестовое окружение. Persistent volume в AWS, они привязаны жестко к какому-то дата-центру, и если у вас сам кластер в различных дата-центрах находится, то есть два способа, как это делать. Можно управлять, чтобы у вас контейнер запускался на определенных нодах, а можно делать просто распределенные persistent volume, то есть для этих целей используется Amazon EFS, Elastic File System, то есть она не привязана уже к региону. Hound Timeout нужно учитывать, сколько у вас приложение разворачивается, в том числе в самом худшем случае, когда там происходит какое-то обновление базы данных или когда это долгие лаги или что-нибудь такое. То есть в самой первой версии у нас просто Helm отвалился, он долго зависал и не работает. И получается, мы забирали ресурсы у CICD, кластер, то есть всегда устанавливаете Helm Timeout, на сколько времени он будет сдеплоиться. Ну и Helm опция хранения, такой момент, что по облачанию Helm хранит все свои конфиги в конфиг мапе, это специальный такой объект в Kubernetes, и они по облачанию не ограничены, то есть мы можем каждый раз деплоить его версию, а в принципе мы добились того, что деплоили каждый, я не знаю, могли бы каждый час спокойно это делать, то просто это количество ревизий разрастается и такого смысла хранить такого большого ревизии необходимо, а чем больше у вас записи в VDCD, это storage, который использует Kubernetes для того, чтобы хранить конфиг или секреты, тем медленнее у вас идет поиск, поэтому всегда ограничивайте, для нас 20 ревизий достаточно было, то есть 20 ревизий это 20 последних версий, на которые вы можете откатиться. Ну и выбор инструментов для нас было как бы проблемой, сейчас Kubernetes очень хайповая технология, и вот пару лет назад, когда мы все это начинали, тоже было хайповое, инструментов было много и какой из них выбрать было непонятно. Ну немножко пробежимся, что мы используем. Вот сервис регистрии для этих целей нам отлично подошло то, что было внутри самого Kubernetes, у них есть такое понятие как сервис API, там сразу же внедрено кубилет health check, то есть это сама подсистема, которая проверяет жив контейнер или нет. Также мы использовали core DNS для того, чтобы у нас было внутренние DNS адреса, мы могли обращаться независимо от того, где он развернут и с каким адресом. И естественно Libnest Probe, мы прямо описываем как нам определить, что контейнер жив или мертв. В нашем случае это была ссылка просто на health and point внутри Springwood приложения. Вот он где-то здесь находится, то есть сервис API и core DNS это как extension к мастер-сервисам. Libnest Probe, с которыми столкнулись с проблемами. Libnest Probe всегда должен быть больше, чем readiness Probe. Readiness Probe это настройка, которая говорит, что ваше приложение готово принимать трафик. Ну и в какой-то момент просто у нас было настроено не так, соответственно он уходил в постоянный луп, что он не мог перестартовать. В нашем случае мы как-то выяснили, что у нас был LiquidBase, с помощью которого мы накатывали изменения на базу данных. LiquidBase очень долго это делал, Kubernetes выходил тайм-аут, он считал, что контейнер не смог выполнить свою задачу, получается он убивал контейнер, а запись в базе данных оставалась о том, что сейчас идет обновление, процесс контейнера прерывался, BD оставалась меткой, соответственно в следующий раз, когда он стартует, он уже не может обновиться. Ну и тут как бы есть несколько решений, одно из них можно автоматически заплатить, когда какой-то поскидливает процессу, запускается и все это очищается, ну или можно это делать вручную, что как бы лучше обратить внимание сразу же и поставить правильный liveness prop. API Gateway, тут все просто, Kubernetes опять-таки у него есть такое понятие как ingress, это как раз то, что нужно для того, чтобы проксировать трафик извне вовнутрь. Для этих целей каждый клауд-провайдер предоставляет свое решение и в Amazon оно тоже было, но мы решили использовать то, что можно легко портировать, то есть ingress, контроллер, тот, который работает независимо от там, на bare metal, работает на Google Cloud, работает в Amazon, работает в Azure. Ну это простое решение на основе Jinx и работает просто как ревер-прокси. Вот он находится, то есть часть его она находится за деметризованной зоной, а часть какая-то внутри, потому что сам по себе ingress контроллер работает как ему нужны поды для того, чтобы запускаться. Ну и проблема, использует контейнер, как я говорил уже с Jinx для проксирования трафика, и если контейнер упадет, то доступа нам тупо не будет. Как вы думаете, какое решение этой проблемы? Да, правильно, все. High Will Ability, запустить больше бодов, и все. А еще желательно в разных дата-центрах, если так можно. Также мы хотим разделять, у нас есть какие-то общедоступные сервисы, есть какие-то внутренние админки, какие-то мониторинг, который мы не хотим, чтобы он был в интернет выставлен, и ну как-то нам нужно разделять, какие сервисы будут общедоступны, какие будут только для внутреннего пользования. Для этих целей просто использовать два игры с контроллера, на одном игры с контроллером мы настраивали white list IP-адресов, допустим, наших дата-центров или нашего офиса, с которым можно достучаться, а на другом просто он общедоступный. Верификация с целью сертификата тоже проблема, с которой мы столкнулись, как и предыдущие ребята из предыдущего доклада. у нас было все проще, мы использовали просто Amazon сертификат менеджер, и когда у нас уже трафик шел внутрь кластера, он просто был уже не, ну он был просто почти теперь незащищенный, все. Централизованная конфигурация, для этих целей мы использовали конфиг мапы и секреты, мы тоже смотрели в сторону Волта, но тоже столкнулись с проблемой, что это непросто его запустить, и в принципе для нашей цели секреты хватает, тем более сейчас уже появилось, в новой версии появилось там encrypted секреты, которые вообще позволяют вообще не париться, что там данные будут кем-то увидены. Вот эти два сервиса, они находятся опять-таки внутри мастер-сервисов, с интроизованной конфигурацией, мы столкнулись с тем, что есть у ETCD, это основное хранилище для кубернации, есть ограничения в 1 мегабайт, его можно увеличить до 10, но в одном из наших кейсов его не хватало, потому что нам нужно было конфигии на 35-40 мегабайт, ну как бы решение достаточно простое, просто использовать init-контейнер, который прежде чем стартанет наш основной контейнер, он скачает эти конфиги, положит их, и они уже готовы для того, чтобы использовать основной контейнер. Ну и как бы вот все вот это мы сделали, сейчас хотелось бы рассказать, пришел все-таки кубернатор с нашей проблемой или нет. Размер пакета, да, он уменьшился значительно, мы убрали всю код логики по взаимодействию между сервисами, его больше нету, всем этим управляет инфраструктура в лице кубернатор размер пакета, как вы видите, 50 мегабайт, время старта значительно уменьшилось, дан, зеленый тик. Баги в кубернаторе, да, они есть, но скорость реакции на них намного выше, они быстрее решаются, сообщество об этом очень быстро узнает, и тут уже, конечно, есть варианты, что команда, которая поддерживает кубернатор, она должна быстро реагировать, обновлять его. Не скажу, что это всегда происходит очень быстро, но в целом, когда появляются какие-то проблемы, если они очень критические, то обновления накатываются достаточно просто, хотя есть и моменты, когда переходишь с одной версии кубернатор на другую, и там все потом падает. Смена фокуса разработки. Самое главное, что мы добились, мы разработчики, мы сконцентрировались на решении бизнес-задач, мы пилили фичи, они думали, как нам из сервиса А сделать запрос в сервис Б, и чтобы они, блин, не падали друг перед другом, когда мы там передеплоиваем в сервис Б. Сложность локальной разработки тоже ушла. Ну, на самом деле, можно иногда с этим поспорить, потому что не все любят разворачивать локальный кубернатор с кластер, это требует тоже ресурсов, но в принципе решение для этого есть, как на Linux, как на Mac OS, как на Windows, как в основных платформах. Ну и самое важное, если мы все-таки используем локальный кубернатор с кластером, а мы используем в нашей команде, то у нас есть единый подход, как мы деплоим, что на тестовом, на протокружении, что на локальной разработке, поэтому как бы, как нам найти проблему, было намного проще. Простой CICD, мы использовали только один инструмент, полностью автоматизированный процесс, полная интеграция с Git-ом была, то есть по каждому коммитуру мы могли какие-то действия предпринимать, и в нашем случае это было, если мы коммитили все из мастера, то прямо на продакшн могли выходить. Continuous Delivery, подход, бесперебойное развертывание, как я уже говорил, с помощью Rollout, ну и как бы минимум сторонних инструментов, Kube CCL и Helm. Ну, тут небольшой пример пайплайна, то есть вот BlueOcean, который красиво выглядит, который хорошо распределяется, что мы делаем, когда мы мержем фичи ветки, когда мы мержем мастер ветки и так далее. Окей. Утилизация ресурсов. Утилизация ресурсов стала намного лучше. 85-90%, мы не хотим 100%, потому что все мы знаем, когда у нас 100%, то чуть-чуть увеличивается какой-то запрос, и, соответственно, все начинает сразу экзостыть, какие-то проблемы начинаются, поэтому мы считаем, что этот уровень 85-90% нормальный. И мы добились значительного снижения инфраструктуры в AWS 10 раз. Кубернатор с поддержкой самый хайповый, самый такой, по-моему, больше всего старых у него сейчас на GitHub'е у этого проекта, поэтому поддержка огромное от сообщества и огромные компании его поддерживают, такие как Red Hat, ну, Google, естественно, сам, Microsoft в том числе, то есть большие компании катрибьютуют в это, ну и, в принципе, каждый из нас тоже может это сделать, достаточно прочитать какой-то гайд. Ну и немножко выводов. Мы уже 11 месяцев в продакшене, первый сервис был реализован за две недели, потому что у нас был какой-то темплейт, с помощью которого можно было очень-очень-очень быстро начать писать, ну, то есть у нас какой-то разворачивается из темплейта сервис, который прямо бежит до пайплайна, по пайплайну, прямо до продакшена, и это происходило за один час. То есть у нас уже есть то, что мы можем наполнять. Крепое обучение, да, достаточно сложное, кубернета со своими всякими загвоздками, со своими тулами, со своими какими-то понятиями, терминологиями, то есть тут нам важно, чтобы команда разговаривала на одном языке. Единая ответственность, я считаю, что мы этого добились, наше предложение концентрировано в бизнес-логике, а все, что касается инфраструктуры, оно занимается на уровне кубернета. Мы тоже в процессе внедрения сервисной сетки, которая еще больше снимет наша ответственность, но мы выбрали Istio в нашем случае, которое достаточно дорогое, но у него много, его можно применять более, короче, оно более широко освещается в сети. Ну и, соответственно, более частые фичи-релизы, потому что мы сконцентрированы больше на разработке новых фич, мы получаем частые релизы, счастливые клиенты, счастливые партнеры, счастливые энд-юзеры, они более счастливы продуктам, которые предоставляет им наш партнер. Воспроизводимость, мы можем теперь все эти проблемы, которые у нас в продакшене, легче воспроизводить на локальной машине, и такие вот, типа, у меня локально все работает, а на продакшене, я не знаю, они стали реже. К сожалению, от них невозможно избавиться постоянно, но они стали реже. Ну и как итог всего этого, нашему партнеру очень понравился вообще этот подход, и он принял решение, что кубернета будет стандартом для его построения инфраструктуры, для того, чтобы он все сервисы сейчас мувыет в докер, а как только они могут мувыться в докер, соответственно, они могут запускаться в кубернета все. Ну и как бы преимущество очевидное, да, это как бы он может запускаться на любом клауд-провайдере, может запускаться на бэрмэтере, на локальной вашей машине, то есть мы, у нас есть гибкость в выборе, и многие клиенты очень любят то, что мы можем выбрать одно, второе или третье. Опять-таки, все, что мы можем запустить в докер-контейнер, это практически сейчас любой язык программирования, даже, как я говорил уже, Microsoft уже давным-давно уже использует контейнеры в своих приложениях .NET Core, поэтому все, что можно посадить в контейнере, можно посадить в кубернете. Спасибо большое. Большое спасибо, Саша, у нас сейчас есть время на вопросы. Мы можем перейти на слайде, где перечисляются все Netflix OSS вещи, которые там использовались до того. И вот просто интересно, что заменилось, чем в кибернет, потому что я вот не совсем понимаю, как можно кибернет взять и заменить хистриц. Да, да, ребята, это вообще доклад, он был на J-Point, в Москве я выступал, в принципе, сейчас в сети он доступен, он более широкий. Хистриц, прямой замены в кубернете, если нет, для этого используется сервисная сетка, да, Istio, мы в эту сторону тоже смотрим. Прямо сейчас мы, ну, у нас не реализовано вот этот вот отказоустойчиво с помощью Circuit Breaker. Ну, то есть, а по сути, что вы позаменяли? Можно еще раз повторить? Может быть, что мы позаменяли? Ну, был такой слайд, но может я подзабыл. Давайте, вот смотрите, для API Gateway вместо Next.Zool используется Congress, вместо сервиса Register Discovery используется сервис API, который есть в стандартах в кубернете, вместо конфиг сервиса используется конфиг мапы и секреты, вместо Ribbon ничего не используется, потому что не нужно делать лутбалансинг. Так, 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 так. Ну, и Histrix остался. Да, Histrix, это сервисная сита, которая, в том числе, ну, их вообще достаточно много. Да, понятно, сервис Smash нужно тогда. сервис Smash. прикручивать. SIT, такое слово на русском, да. Спасибо большое. Спасибо большое за доклад. И вопрос такой по поводу утилизации ресурсов. По какой метрике вы это считаете? По памяти, по процу, по сети или какое-то среднее число? И сюда же вопрос дальше. Если вы держите в районе 80-90, то у вас есть какие-то пики и что вы делаете, если начинает быстро расти? Спасибо. Спасибо за вопрос. Мы используем для метрик Prometheus и собираем логи, ну, Spring Boot представляет с помощью своего интерфейса. И мы меряем по загрузке самой ноды, на которой запускается. То есть раньше у нас было каждое нода где-то там порядка только 35% все остальное было свободно. Сейчас утилизация достигает до 85- 80%. Когда пики, естественно, бывают и настроено автоскалирование на двух уровнях. На уровне клауда AWS, то есть если мы видим, что у нас большой трафик идет в какой-то определенный момент времени, можно тоже подумать про фрайда или обычно это вечером происходит, специфика приложения, то количество worker нод увеличивается и, соответственно, у Кубернет уже есть возможность на эти новые ноды контейнеры задеплойвать. В том числе настраивается автоскалирование на луне Кубернетеса, там есть специальный сервис, который так называется автоскейлер, и он тоже, сходя из метрики по, я точно не помню, там, по-моему, память и вместе плюс с нетворком, эти метрики тоже берутся из Прометуса. Ну, потом все слопается, естественно. Еще вопросы, может, у нас есть, я подвижу. Да, интересно, были вопросы с памятью, когда там же можно лимиты выставлять на каждый контейнер, и когда проблема, например, вот такая, я не думаю, что я единственный, кто с этим сталкивался, есть долгая задача на Java, там, не знаю, может, час выполняться, например, и она вдруг требует много памяти, ну, в скейлинг это все хорошо, конечно, но она просто выйдет за пределы, и на этом все закончится. Ну, микросервис сейчас прошло, да, то есть мы дипломим что-то в продакшн, смотрим, как работает, не работает, типа, переделываем, все такое. Ну, у нас были задачи, ну, там, чтобы они выполнялись, часами нет, но мне кажется, здесь просто методом инкрементально мы можем просто экспериментально выяснить, сколько все-таки, может быть, какую-то пиковую нагрузку нам одной джоби нужно время для того, чтобы выполнить свою задачу, и мы можем ограничить, допустим, этому контейнеру, там, гигабайт памяти, или там этому контейнеру 2 гигабайта памяти, а еще лучше сделать контейнер, чтобы не все время работало, а сделать джобу, кубернесса это поддерживает, чтобы она выполнила свою задачу и освободила эти ресурсы. Спасибо. Я ответил на вопрос? Ну, примерно, я понял, то есть я имею в виду, какой-то типа условно тестирование есть там, условно говоря, на объеме какого-то данных, там, задача, что она выполнима там, на определенном объеме памяти, ну, потому что, как бы, иначе, ну, условно говоря, пример какой-то простой, там, есть, допустим, импорт данных, там, ну, и, например, кто-то заливает просто данные, ну, один заливает там файл на мегабайт, кто-то заливает там на 20 кгбайт, то есть, условно говоря, приложение позволяет там залить такой объем данных, такой, то есть, условно говоря, и он процессится, то есть, условно говоря, ну, изначально, например, написано неоптимально, но, оптимизировать его может там месяц работы, но, ну, обычно, обычно, как в хорошем пайплайне, там есть какой-нибудь джеймитер, там, или нагрузочный тест, который пытается симулировать реальную нагрузку, если этого нету в пайплайне, то, в принципе, можно снимать метрики, которые происходят в реальном приложении, в продакшене, ну, и понимать, что у нас есть, сколько он максимально момент времени потреблял памяти, хватило ему, не хватило, ну, конечно, по умолчанию, хорошие рекомендации сразу ограничивать, допустим, чтобы на контейнер не выделять там безграничную память, сделать ограничение там, ну, не знаю, 256 мегабайт, 512, и, если этого не хватает, ну, да, увеличивать, тут, это микросервис, мы в продакшен диплоим, смотрим, как работает, если не работает, переписываем, все. Я понял, отлично. А что, вы это не чувствуете, когда заходите на какой-то сайт, там что-то не работает, перегружаетесь, и все такое, это новый мир. Спасибо. Большое спасибо Саше. А, еще есть вопрос? Не вижу. Да я не вижу языка луаны. Здравствуйте, вопрос такой, насколько я понял, у вас используется Liquidbase, и при старте, идет накатка апдейта на базу. Не сталкивались вы с такой проблемой, когда при старте поды убиваются, и остается лог на таблице, и плюс, насколько же неспособна идея использовать хельмхуки, принстал, принстал хуки совместно с джобой, которая доинстала основного хельмчарта, накатит базу, а потом уже выполнит апдейт, установку. Так, я первую часть хорошо понял вопрос, а вторую не очень. Я начну с первой, хорошо, потом, может, выточним. Да, сталкивались, я рассказывал про этот случай, да, что у нас, когда Liquidbase, у нас было, не хватало ему времени для того, чтобы накатить обновления, кубернатор суббивал его, и оставались записи базы данных. Первое время мы решали это вручную, дубли это легко, типа там, ну, пошел там, базу поменял, но когда это было массово, и мы еще не поняли корень всей проблемы, а знаете, когда ты можешь садишься и программируешь что-нибудь, чтобы это работало. В нашем случае мы запрограммировали Scheduled Job, которая там, в какой-то раз, я не помню, какой там перемешательный, небольшой, там, 10 минут или 15 минут она стартовала в кластере и смотрела, чтобы не было вот этих локов на базе данных. Вот. Не, не в том дело. Смотрите, запускается Scheduled Job, да, которая смотрит в базе данных, есть лок, потом она смотрит, есть ли текущий запущен какой-то Jenkins-агент, если он запущен, он сравнивает, какой Jenkins-агент с каким сервисом сравнен, и если, конечно же, если сейчас идете в плойму, то, естественно, он не будет снимать его иначе, то есть она такая немножко умная была. Вторая часть. Вторая часть заключается в том, что у Helm есть хуки, и один из типов хук, приинсталл хук, который можно связать, например, с Джобой, которая выполнит там апдейт базы. То есть это сейчас у нас прорабатывается как идея, но насколько она жизнеспособна? Я, честно говоря, не смотрел сторону хуков, поэтому тут я, наверное, вам не отвечу. Спасибо. Большое спасибо, Саша. Это подарок от сообщества.